Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире студия Вечерний Дмитров. Сегодня четверг, а это значит, что прямо сейчас на нашем видеоканале вас ждет традиционный разговор в прямом эфире. На этот раз у нас в гостях начальник отдела ГИБДД Дмитровского МВД Алексей Анатольевич Капранов и командир 2-го батальона ДПС Андрей Александрович Ширшо. Нетрудно догадаться, что сегодня речь пойдет в первую очередь о безопасности наших автомобильных дорогах, а также о деятельности данных подразделений ГИБДД. Напоминаю, что свои вопросы нашим гостям вы можете задавать как по телефону 422-33, так и с помощью нашего сайта dmitrovtv.ru. Но для начала давайте все-таки остановимся на обстановке, которая сожилась в настоящее время на верных вам автодорогах. Итак, с кого начнем? Давайте, вам слово, пожалуйста. Да, добрый вечер, спасибо за вопрос, добрый вечер, уважаемые телезрители. На территории Дмитровского района за 9 месяцев текущего года имеется снижение аварийности практически на 36% и тяжесть, соответственно, последствий. Если в том году у нас было 17 погибших на данный период времени, то на сегодняшний момент у нас составляет 8 погибших. Общее количество ДТП, если по сравнению с прошлым годом составляет 50 ДТП за данный период, то в этом году 32 ДТП, в которых также пострадали 37 человек по сравнению с прошлым годом, 67. К сожалению, допустили мы трех пострадавших детей, это было в том году, также три ребенка пострадали и в этом году пострадали трое малышей. В целом работа строится, в целом работа осуществляется ежедневно, есть соответствующие положительные и отрицательные результаты, погибшие у нас все равно имеются, есть в дальнейшем к чему стремиться. Понятно, а за счет чего произошло такое достаточно большое снижение? То есть, или это как стечение обстоятельств? Стечение обстоятельств в основном, ну, здесь еще и граждане больше как бы воспринимают и соблюдают правила дорожного движения, скоростной режим. Ну, в конечном итоге наша работа тоже приносит определенный результат. Понятно, ну и все-таки, наверное, уже значение санкций и увеличение штрафа, наверное, тоже сказывается. Да, безусловно, это тоже сказывается. Понятно. Андрей Александрович, у вас такая же радужная картина или похуже? У нас, можно сказать, тоже такая же радужная картина, да, снижение, но цифры, они гораздо побольше, у нас все-таки в обслужении там федеральной дороги. Ну, также произошло снижение на 11,7%, значит, это 128 происшествий произошло в этом году, 145 происшествий произошло в прошлом году за аналогичный период. Значит, по погибшим 41 человек погиб в этом году, 44 в прошлом году, ну, снижение незначительное, всего на 6,8%, по раненым также у нас снижение. Но, к сожалению, по раненым детям произошел рост на 14,3%. В прошлом году у нас пострадало 7 детей в дорожно-транспортных происшествиях, в этом году 8. Но работа ведется, снижение, оно каждый год у нас значительно происходит, снижение, ну, снижение происходит, конечно, за счет организации дорожного движения. Все видят, что у нас приводятся пешеходные переходы в соответствии с национальными стандартами. Также трассовое ограждение очень большой вклад в вело в снижение тяжести последствий. Ну, понятно. Ну, а чаще всего причинами ДТП являются все-таки нарушения скоростной режима или что-то еще? Да нет, не сказать. Хочу сказать, вот на территории обслуживания нашего подразделения происшествия, то есть, рост происшествий произошел по причине проезда перекрестка. Это проезд перекрестка, в основном съезды по видам съезд в кувет, то есть, граждане при проезде перекрестков невнимательно проезжают перекрестки, в результате чего происходит дорожно-транспортное происшествие и, к сожалению, с тяжкими последствиями. Но чаще всего страдают новички или все-таки есть такие случаи среди опытных водителей? Знаете, категория водителей разная, но, к сожалению, что вот в последнее время участились дорожно-транспортные происшествия, где тяжесть увеличена последствия, это с молодыми водителями, ну, 90-го года рождения. Вот последние три происшествия произошли на территории обслуживания подразделения, все 90-го года рождения, все. Понятно. То есть, как злой рог, да? Да, вот в которых именно два человека погибло и произошли столкновения, вот погибшие 90-го года рождения. Это в районе Яханова, да? Ой, в районе Рогачева. Нет, это не в районе Рогачева, это уже на территории, ну, в районе, на территории обслуживания, Матичинского района, к примеру. И также на 52-м километре Дмитриевского шоссе тоже так же, 90-го года рождения. Понятно. Алексей Дональевич, а у вас что, тоже такая же примерно? Основной, да, вид ДТП является это столкновение, и у нас, как на перекрестках, точно так же и у нас есть опрокидывание. Опрокидывание, последнее опрокидывание у нас было на Гравининой дороге, в районе совхоза Буденовец, у нас там два человека сразу погибли. Опрокидывание, было двое погибших. И последний, это в сторону Куликово на автодороге, там 7-й километр, вернее 8-й километр, там тоже было опрокидывание, и один человек погиб. То есть не справился с управлением, там при завершении соответствующего маневра, выехал на левую обочину, съехал в левую обочину, с последующим опрокидыванием, пассажир, он находился сзади, он погиб. Понятно. Так, есть первый звонок, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Почему на новую инспекцию приходит в период, а так как проходит измерение влечебинных сил автомобиля, и есть там, скажем так, соответствующие виды двигателя. Вот. Почему это не учитывается, и почему учитывает износ автомобиля? А вот на новую инспекцию, вот вы отправляете в свидание о том, что это мощный двигатель, там составляет, там, 250 сил, там, 300 сил. Лошадиных. Автомобиль, то есть, устарел, ему там, 15-20 метров, и мощный двигатель значительно сокращается, а все равно приходится платить, как за 300 лошадиных сил. Понятен вопрос, я до конца не совсем понял. То есть, почему не с годом, а с мощностью, как по паспорту? Ну, там приблизительно вопрос стоит, по всей видимости, такого плана, что возникают вопросы с налогообложением за транспортное средство. Так как у нас налогообложение за транспортное средство осуществляется в соответствии с их мощностью, лошадиными силами, то приходится платить именно по тем критериям, по тем условиям, которые находятся в паспорте транспортного средства. Если вы, соответственно, меняете этот двигатель, у вас происходит занижение этой мощности, то это соответствующее переоборудование, тогда нужно вносить соответствующие изменения в данную конструкцию транспортного средства. Если вы не меняли этот двигатель, а считаете о том, что со временем износа у него утрачивается его работоспособность и лошадиные силы, тогда здесь немножко другое отношение, с чего взяли, что лошадиных сил, каким образом вы это замерили, что стало меньше лошадиных сил. Да, вы экспертизу провалили, да? Только специализируемые организации, типа нашего автополигона, можно дать такое заключение, да? Да, конечно. Больше никто. Так, еще я, Зонок, слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Вы знаете, очень часто езжу и много по Дмитру. Вот хотелось бы узнать, кто хоть объяснит, какое у нас движение от фрезерного, значит, от переезда до Кавригинского шоссе. То ли двухполосное, то ли однополосное. Люди едут все в две полосы. То есть, получается, если однополосное у нас движение, вот мы едем с правой стороны по обочине, уже преступники. В принципе, цена вопроса, если так разобраться, убрать столб у Горгаза, этот знаменитый, стоит двух такой растяжек, вот, и увеличить дорогу на один метр. Ведь непонятно, наверное, кто-то чужие люди приезжают и сходят с ума, как они здесь ездят. Понятен вопрос, Андрей Александрович. Да, понятен вопрос. Значит, данная дорога имеет соответствующую разметку, соответствующий проект организации дорожного движения. Данная дорога не позволяет, чтобы ее расширили до двухполос в каждом направлении движения. Вы говорите о расширении дороги. Везде это все, соответственно, есть кадастр, правильно? Земля кому-то она принадлежит. И, к сожалению, это работа не одного дня по расширению дороги. То есть, в принципе, официально эта дорога считается двухполосной всего лишь, да? Да, всего лишь. Не трех, не четырех, а двухполосной. Да, потому что на сегодняшний момент каждая полоса движения, она должна быть определенного размера. Ну, единственное, что сотрудники БДД спокойно относятся к тому, что машина становится в две полосы, то есть за это не штрафуют. С пониманием относятся к тому, что пропускная способность была повыше, да? Да. Так, есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня два вопроса. Это Аверьянова, 18. Дом. Где спортивная школа тут? Где тут? Там школа новая образовывается, место художественное и прочего. У нас мимо дома, мимо подъездов машины летят с бешеной скоростью. От 24-го магазина магнита и до оборонной. И еще сигналят, чтобы им дорогу уступали. Людям пройти просто бывает невозможно. Второй вопрос. Возле нашего же дома, особенно у первого подъезда, парковка настоящая образовалась. Даже грузовые машины крытые становятся. Как нам уже это надоело? Понятие вопроса? Да, конечно, понятие. Но вопрос, спасибо. Жалко, что вы не представились и не оставили свои контактные телефоны. Вы оставьте, пожалуйста, свои контактные телефоны. Мы с вами еще свяжемся, постараемся принять соответствующие меры. Понятно. Ну а что касаемо движения, там же в принципе и дорога есть. Там параллельно идет дорога. Дорога есть, она имеет тут придворовую территорию. И пешеходную скорость, там даже не больше 10 километров, наверное, да? Ну, там даже не то, что жилая зона, там 20 километров не более. Так, еще звонок есть. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Алло. Да-да. Здравствуйте. Я хочу сказать большое спасибо за то, что обратили на РТС немножко внимания и сделали нам пешеходный переход. Ну, единственное, что не могут дорожники сделать. Может быть, вы нам поможете тротуар, чтобы переходить дорогу вот по земле. И большое вам спасибо. Спасибо за звонок. Ну, вот такой еще вопрос хотелось. Вот до начала эфира к нам в студию поступил звонок относительно технического состояния транспорта нашей автоколонны. Вот как часто, Алексей Анатольевич, ваши сотрудники проверяют работоспособности автобусов и маршрутных такси? И насколько вообще безопасно пользуются услугами нашей автоколонны? Ну, проверка проходит техконтроль. У них есть свои инженеры ПБД, которые отвечают за эту безопасность транспортного средства. Помимо того, что они отвечают, еще непосредственно мы проверяем их как на выпуске, точно так же и обратно, когда они заходят в автоколонну. Что касается технического состояния, как вы помните, у нас в том году по губернаторской программе город был оснащен порядка 10 автобусов нового поколения, комфортного и нового поколения. То есть они также в черте города используются, эксплуатируются. И довольно-таки нормальный автопарк для перевозки пассажиров Дмитровского района. То есть у вас нет опасений никаких, да? Да, нет опасений. Ну, а проверяйте их, когда специализированные операции проводят автобус, да, наверное, тогда более тщательно? Ну, у нас, да, оперативно-профилактические мероприятия, как автобус, так и по любым мероприятиям, они особое внимание относятся. Точно так же и школьные автобусы, и все, что связано с маршрутными перевозками. А школьные автобусы, они стоят на балансовых школах или так же все закреплено за автоколонной? Да, нет, там они стоят на балансовых школах. Но технические состояния проверяют, наверное, автоколонна, да? То есть специалисты. Хорошо, а вот что вы можете сказать о работе лекового такси? Вообще удалось ли вот в полной мере навести порядок в этом вопросе? Ну, слово порядок – это обширное слово. С такси у нас мы проводим периодичные работы как с автотранспортной инспекцией, для того, чтобы определить, кто у нас легальный таксист, кто у нас нелегальный таксист. Мы совместно осуществляем работу как и с администрацией для наведения, как вы говорите, этого порядка. А в основном, в принципе, профилактика ведется. Оперативно тоже профилактические мероприятия, такси, они идут практически ежедневно. И, наверное, все-таки здесь больше оценить. За год вашей работы в районе, как вы видите, лучше стала ситуация или как? Или на прежнем уровне? Ну, улучшается. Не так, как хотелось побыстрее, да, но немножко там ситуация улучшается. Ну, то есть все-таки еще есть машины не специализированные, все-таки еще часть, достаточно много задействованы в этой сфере. Ну, вы, наверное, заметили, что практически большинство транспорта легального такси, нелегального такси уже практически... То есть бомбил, так называемых, на вокзале уже практически не осталось, да? Хорошо, так, есть звонок, слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, вот, у меня такой вопрос. Вот, когда с вокзала едешь, доезжаешь до светофора около кинотеатра и поворачиваешь направо на школьную. Понимаете, там невозможно повернуть. Тут в ряд стоят машины, в ряд, от самого светофора, а сверху, со школьной, к светофору подъезжают и загораживают все движение. Хотя бы метров 20, хоть бы не ставили здесь машины. Андрей Александрович, ваша? Нет, это моя территория. А территория города это ваша, да? Да, конечно, это все относится ко мне. Мы посмотрим, что можно там будет сделать. Я вопрос понял о том, что затруднено движение. Ну, в принципе, от поворота и существует правило. Ну, где у нас, да, транспортное средство, да, посмотрим, как относится по отношению к перекрестку. Внимание обратимое, спасибо. Хорошо, а теперь вопрос в части организации движения на наших дорогах. Первый вопрос по круговому движению на восточной дороге на улице Внуковска, то есть появился совсем недавно. Я думаю, что, Алексей Анатольевич, будет не лишним рассказать, как следует его проезжать, потому что вот все-таки были аварии достаточно сейчас в последнее время. Что вы можете сказать? Как правильно проезжать, чтобы телезрители, кто нас слушает, знали? А то некоторые подъезжают, встают и думают, кто кого должен пропустить. Спасибо за вопрос. На самом деле, еще год назад, когда заступил в должность, хотелось там организовать это круговое движение. Потихоньку к этому мы подходили, то у нас один вопрос возникал, другой вопрос возникал. На сегодняшний момент просто было принято такое решение. Поставить водоналивными блоками, сделать вместе с владельцем дороги, соответственно, согласовали этот вопрос. И поставить водоналивными блоками, оградить, сделать вид кругового движения. Поставить временные знаки для того, чтобы местные жители немножко привыкли к этому. То, что было там ДТП, оно незначительное. И там было порядка, наверное, одного или два с материальным ущербом незначительное дороже-транспортное происшествие. Что касается предыдущего проезда данного перекрестка, там была довольно-таки тяжесть последствий у нас при совершении ДТП. В связи с этим мы решили, как бы и по программе губернатора, и по рекомендации управления ГАИ, непосредственно для исключения тяжести последствий, для исключения боковых и лобовых ударов, сделать вот это круговое движение. Там основной приоритет имеет это, соответственно, круг. Круговое движение будет являться приоритетом главной дороги. То, что подъезжает кто к круговому движению, соответственно, это является второстепенной дорогой. Они, кто находится на кругу, должны предоставить преимущество. Это определено с соответствием правилам дорожного движения и знаками, теми пока временными знаками, которые находятся при подъезде к этому перекрестку, к этому круговому движению. Понятно. Но просто здесь люди не привыкли, потому что у нас есть круговое движение, и там организация движения немножко другая. То есть там круг не везде главный, правильно? Не везде главный. Здесь приоритетным круг становится тогда, когда здесь понятие, какие дороги наиболее лучше разгрузить, для того, чтобы можно было бы понять, где основная трасса и где она приоритетная, для того, чтобы можно было бы сбросить это движение в ту или иную сторону. Но здесь, поскольку все равнозначны, вы решили круг сделать главный? Ну, фактически, да. Здесь круг главный, здесь будет проще проезда, потому что основная масса транспортного средства, она выезжает и на Пушкинскую сторону улицы Пушкинской, то есть на этом перекрестке, который с восточной объездной на развороте. И будет наиболее удобно проехать этот перекресток, чем вылавливать те минуты, секунды, когда со стороны улицы Махарина транспорт движется. — Понятно. Ну, продолжаем двигаться по этому маршруту в сторону канала строя, и у нас следующий пятачок — это утрество газового хозяйства. То есть вот здесь, в принципе, Михаил Владимирович Сизык предлагает поставить дополнительную секцию у светофора, а вообще, в принципе, там предусмотрено должно быть круговое движение, и вот владелец, который строит магазин, он должен создать это круговое движение. Вам что-то известно? — Да, конечно. Там, кто у нас строит непосредственно этот торговый центр, или правильно, как он будет называться, они дополнительно вводят в эксплуатацию переходные скоростные полосы, будет, соответственно, там организовано круговое движение, и переноситься будут как светофорные объекты, точно так же и пешеходные переходы. Это буквально в ближайшее время все будет зависеть от погодных условий, поэтому работа как затянется у них или не затянется. Сроки есть, проект есть, и, в принципе, там нормальная будет организация движения. — Ну, то есть вы не дадите добро на открытие магазина до сих пор, пока это не будет сделано? — В нашей компетенции госавтоинспекции открытие магазинов не входит. Мы можем только осуществлять надзор непосредственно за организацией дорожного движения, но по проектной документации организация удовлетворяет все требования по безопасности. — Просто когда Дмитровский строили, говорили, что еще ваш предшественник, Кашников еще даже был, да он говорит, что пока не сделаете третью полосу, мы не подпишем. — Да дело в том, что согласование проектной документации с обязанностью госавтоинспекции как нествойственной функции сняли из указа президента 711-го данную норму убрали. — Понятно. Но на ваш взгляд правильно это или неправильно? Вы же специалисты, вы же, наверное, видите. — Тут не то, что на наш взгляд. Надзор за нами оставили, а вопрос о том, что согласование и несогласование здесь, наверное, все-таки определяет вышестоящий орган, который является законодателем. — Хорошо. И третий вопрос по Рогачевскому перекрестку. То есть говорилось о том, что все-таки будет уширение. Прошел год, а вот он и не там. — То есть что-то можно по этому поводу? — Андрей Александрович, это ваше перекрестку или тоже? — Нет. Весь город в Вашем городе. — Весь город. Пожалуйста. — Да, все планировалось. — Весь удар налаги. — Да, конечно, все планировалось. И, конечно, там уширение делается на сегодняшний момент, если вы видели, на западнообъездной дороге сейчас тоже небольшая реконструкция параллельно. Профессиональная улица идет. Там делается и тротуар. Но на сегодняшний момент, пока, насколько владельцы дороги поясняют, у нас уширения на сегодняшний момент пока не будет. Да, в желании оно есть, но на данном перекрестке этого пока не будет. — И вот то, что планировалось сквозной дольжей за дороги, тоже сам не будет? — Здесь, опять же, все будет зависеть от финансирования и от их возможностей тех программ, которые на сегодняшний момент у них приоритетны. — Понятно. И в то же время нельзя ограничить проезд москвичам. То есть как в свое время у нас это делалось, да? — Ну, конечно. — То есть по конституции как-то вы меня можете ограничить? — Мы не можем. — А раньше было, помните? А вы, наверное, еще не работали. Когда у нас в пятницу от Соксения город был закрыт только для жителей Дмитрова и Дмитровского района. — Хорошо. Такой вопрос. Теперь хотелось поговорить в целом о состоянии наших автомобилей и дорогах. Вот какую оценку может отработать дорожников? И вообще, как скоро завершатся работы на пересечении Дмитровского шоссе и ЦКАД в районе Ермолина? — В районе Ермолина, да. Значит, завершиться оно вообще должно по проекту в первом квартале 2018 года. — То есть нам еще полтора года почти мучиться, да? — Ну, зато будет все более… — То есть там, ну, светофоры само собой идут, да? — Конечно, светофорных объектов не будет. Там и ЦКАД запланирована многоуровневая, которая будет выполнять функции развязки и все это. — А вообще так вот, как раньше там был почти основной пост ГИБДД Дмитровского района, теперь его нет. Вообще вот сложно, наверное, связи с тем, что у вас практически стационарные посты с трассы пропали. — Ну, за счет сокращения постов у нас увеличены передвижные, наверное. Поэтому работа, она ведется. Конечно, да, для граждан, может, это какой-то минус. Потому что много очень граждан были сторонниками, что имеется пост, есть куда обратиться. — В случае чего, да. — Ну, а вы как считаете, это хуже или лучше? То есть одно дело живой сотрудник, другое дело камеры, которые там за тобой следят и все просят. — Ну, все хорошо, и камеры хороши, и живой сотрудник. То есть камеры, они выполняют свою функцию, живой сотрудник выполняет свою функцию. На самом деле, конечно, камеры, они тоже облегчают вашу работу, тоже влияют на безопасность дорожного движения в положительном случае. — А вот у нас не планируется установка таких же макетов, как, к примеру, от трассы Старой Рогачевки до Красной Поляны? Там стоит же макет машины, как будто вы… — Ну, мы, знаете, мы устанавливали и макеты автомашин, и макеты сотрудников. К сожалению, наш, наверное, народ, еще как бы граждане не пришли к этому, и очень много было случаев вандализма. Машины поджигали макетом сотрудников, отрывали головы и даже воровали. Полностью грузили в автомашину и увозили. Все макеты, которые были изготовлены, как раз вот спасибо администрации, Валерий Васильевич выделял деньги на изготовление данных макетов. Они были изготовлены, мы совместно изготавливали их с районным подразделением, выставляли их, но, к сожалению, уже их и практически не осталось. — Понятно. Но вот вы сказали, что когда проводили статистику, что вот это тросовые разграничения играют положительную роль. Да, тяжесть последствий наверняка все-таки уменьшилась. Но зато, если вдруг происходит ДТП, то пробки растягиваются на многие километры. А если, во-первых, грузовая машина там встанет, раскоряется, то практически движение полностью остановлено. Может быть, в этом случае предусмотреть какие-то разделительные, чтобы с помощью регулировки сотрудников можно было по встречке как-то пропускать? — Ну, на сегодняшний день у нас жизнь и здоровье граждан — это приоритетное направление нашей работы. Но мы приходим к этому, конечно, делаем сейчас и внесены предложения в центр «Автомагистраль», сделаны карманы заездные, куда можно убирать данную технику. Да, минус есть, конечно, что затрудняет регулировку дорожного движения. — Потому что раньше сотрудники приезжали и начинают регулировать. То одну сторону пропускают, а другую. — Реверсивные движения сделать на сегодняшний момент, конечно, затруднительно. Но жизнь и здоровье граждан — это превыше всего. — То есть, это процент достаточно большой дает? — Есть где-то минусы свои, видите, но больше плюсов. — Хорошо. А такой вопрос. А вот за последние полгода, наверное, сколько полгода были у нас в эфире, какие изменения правил дорожного движения произошли, вступили в силу? Может быть, прокомментируете, что конкретно? — Много что вступало у нас в законную силу. Также есть с Нового года вступали в законную силу. Мы на этом останавливались на предыдущем эфире. О том, что у нас были внесены изменения в федеральный закон по уплате штрафов в 50%. У нас по исполнительскому производству было внесено соответствующие изменения. Это введена статья 17.17 административного кодекса. Это на основании приостановления водительского устрения. Потом у нас происходят лишения. То есть, у нас ограничивается водительского устрения тем должникам, которые не воплотили соответственно штрафы. — То есть, работают? — Да, конечно, законодатель не спит. — Так, и как раз вот этот законодательный момент, когда появляется, наверное, все-таки пожелание с мест, как услышат или как? — Еще раз. — Ну, вот вносится изменения, наверное, то, что вы предлагаете. — Да, вы имеете в виду предложения. Ну, в том числе и на этом, конечно, есть и управление ГАИ, которое непосредственно разрабатывает те предложения. У нас тоже, кто непосредственно работает на земле, да, вопросы, проблемные вопросы и пути их решения, то есть, просят предоставить для семинаров, обсуждений, круглых столов дополнительно. — Понятно. Так, есть звонок. Слушаем вас, говорите. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я проживаю на оборонной 4. Построили два новых дома. Вот номер 29 дом, и между моим и 29 открыли проезжую часть. И машины там очень быстро стали ездить. Тут все-таки детские площадки. Детям очень опасно ходить, гулять здесь, да и обычным гражданам. Машины теперь проезжают очень быстро. Вы не могли бы хотя бы лежать в полицейских там побольше что-то сделать, если уж так нужно проезд вам там? — Спасибо за вопрос. Посмотрим. Возможно туда положить ограничение скорости? — Понятно. Ну, скорее всего, наверное, руководство ТСЖ возьмет на себя это решение проблемы. Поставят просто шлагбаум, либо этот заездной, как обычно, ворота такие. — Ограничение движения. — Да. Чтобы будут ездить только те, у кого есть ключи. Чтобы сквозного проезда не было. Потому что, действительно, как только это запустили, все таксисты исключительно по этим дворам объезжают выезд с оборонной в район. — Это уже противооправные меры. — Да, уже постоянно. — Так, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. — Алло, здравствуйте. — Здравствуйте. — А у меня как бы пожелание к руководителям, чтобы они обратили внимание на движение по трассам самосвалов, перевозящих песок. Потому что они все двигаются без тентов. В лучшем случае это сетка с крупной ячейкой, удерживающей камешки. И все это, грубо говоря, летит на наши автомобили. Кореба их, уроды и стекла. И, к тому же, они все двигаются на предельной скорости. Потому что все эти организации заставляют своих работников работать с куба, то есть с выработки. И поэтому, естественно, все это так летит, что просто невозможно ехать с ними рядом, приближаться или обгонять. Спасибо за внимание. — Александр, это большей части вас, наверное, касается, да? — Ну, и у нас тоже, да. — Ну, перевозка грузов у каждой автомашины практически, которая принадлежит организации установленного тахографа. И всю эту скорость движения автомашин, она контролируется. На самом деле она практически не выходит из норм положенного. Но, к сожалению, да, есть и перегрузы, есть и такие водители, которые не укрывают тентом, да, и сыпучий груз. Мы работаем, на самом деле, в этом направлении очень жестко. И проводили вот совместные мероприятия. — Ну, такая работа, возможно, когда есть стационарный пост, когда это мимо вас, а когда передвижные тоже... — Ну, передвижными тоже экипажами. Справляемся, работаем, но, к сожалению, на территории района очень много и так называемых торфянников, карьеров. — Ну, ясно. Ну, вопросы по поводу организации этих решеток, которые все ушли, Платон-отель. Все? Народ успокоился? — Ну, более-менее успокоился. Наверное, опять ждут определенного момента для того, чтобы вступить в ту или иную акцию. Вот так, под контролем. — Добросовестные граждане работают, и ничто им не препятствует. — То есть заплатил, спокойно ведетесь? — Да, конечно. Я разговаривал с некоторыми перевозчиками, как бы. То есть это не создает им никаких неудобств и препятствий. — То есть в проблеме только урвал овощей, да? — Кто хочет работать, тот работает. Легитимно работать могут, а если кто в мутной воде как ездил, так он и хочет продолжать ездить. Не платить налоги и всего остального. — Так, еще есть звонок. Слушаем вас, говорите. — Здравствуйте. У меня два вопроса, наверное, будет. Первый вопрос. Улица Инженерная, дом 32. У нас утром, когда многие отходят детей в школу, многие проезжают перекресток улицы Инженерная, улицы Подьячево через наш двор. Очень быстро пролетают машины, такси и не только такси. Сегодня котенка сбили, до этого сбивали много кошек собак. Как-то ограничить там или скорость, или лежачих полицейских положить, можно ли это сделать? И второй вопрос. В связи с велогонкой будут закрыты некоторые дороги в городе. Промежуток закрытия очень большой. Будут ли пускать автомашины в промежутках между велосипедистами, или это будет закрыто полностью для движения? Спасибо. — Хороший вопрос. — Да, спасибо на вопрос. По второму вопросу хотел немножко остановиться попозже. По второму октября по изменению организации движения на предшествующие выходные. По первому вопросу у нас, как всегда, идет борьба между пешеходами и автолюбителями, можно так сказать. По мнению пешеходов автолюбитель очень быстро едет. По мнению автолюбителя пешеход очень медленно идет. И вот это противостояние здесь, конечно, вступает госавтоинспекция. Мы постараемся посмотреть, как вы назвали, инженерные 32, соответственно, где там можно поставить какие полицейские ограничения. Но при условии того, что мы везде, весь город заставим ограничениями, искусствами скорости, город просто может встать в конечном итоге. Будут автомобили стоять с работающим двигателем, в конечном итоге получится у нас то, что мы не хотим получить, это нарушение экологии и так, которая у нас имеет определенные проблемы. Следующий вопрос по 2 октября. Да, действительно, у нас 2 октября на территории Дмитровского района, точно и города самого Дмитрова с Сорочан и до границы района в сторону населенного пункта Костина и пройдет до Сергиево-Пасадского района, будет велозаезд Грандфонд-2. Будет это второй велозаезд. Первый был у нас 26 июня текущего года в Яхраме. И вот второй будет велозаезд, у нас 2 октября проводит это международный велозаезд. Будет ограничение движения, было принято такое решение, именно ограничение движения, не закрытие. Будет ограничивать движение на тот момент, пока будут проезжать группы велосипедистов, будет 3 заезда на 40, на 70, на 100 километров. А между этими заездами, соответственно, у нас будут предусмотрены патрульные автомобили, которые будут выступать в роли сопровождающих автомобилей для тех транспортных средств, которым необходимо проехать в тот или иное место, где так или иначе будет закрыто это движение, перекрыто ограничение. Ну и точно так же общественный транспорт будем пускать без ограничения путем сопровождения данного транспортного средства. Понятно, но так же, как было организовано в Яхраме, да? В Яхраме немножко скомканно, конечно, получилось. Это было не то, что первый раз, и не думали о том, что появится столько транспорта, и не предполагали. Альтернативных путей нет. Не было альтернативных путей и объездов. Здесь все-таки у нас есть альтернативный путь и объезд, и постараемся прокачивать город для того, чтобы он не встал в одну большую пробку. Но в дальнейшем, конечно, подведем итоги, что нам получится. Но так мы стараемся и готовимся к этому. Ну, в принципе, в Европе, когда проходят велогонки, все привыкают, да, наверное? И мы переживем это нашествие, да? Ну, в какой-то степени да, но опять же, что в Европе здесь опять погодные условия. Будут как готовы будут спортсмены, велосипедисты, потому что там будут не профессионалы, а в основном все любители, желающие, кто там как, по каким условиям и по положениям записался на этот полозаезд. Понятно. Так, хорошо. Есть еще звонок. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. 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 Пассажиры начинают переваливаться от одной стенки в другой. Редко-редко когда просто прыг-прыг. Спасибо. Ну, это, наверное, руководство автоклона даже проблем подняли. Да, мы обратим внимание, чтобы был прыг-прыг в соответствии с ГОСТом. Да. Хорошо. А хотелось бы еще задронуть вопрос такой. Работа сайта госуслуг, где ваша служба также хорошо представлена. Вот вообще, насколько он востребован и как удается вам регулировать потоки? То есть, живая очередь и те люди, которые приходят по записи. Спасибо за вопрос. Вопрос госуслуг – это на сегодняшний момент также приоритетный вопрос в предоставлении государственных услуг. На сегодняшний момент у нас госавтоинспекция предоставляет два вида государственных услуг. Это регистрация автомототранспортных средств, проведение экзаменов, выдача водительского устрения. На сегодняшний момент у нас еще и на территории Дмитрова есть МФЦ, которые также предоставляют эти государственные услуги, а именно там сопровождают те или иные функции административной процедуры. Что касается подразделений госавтоинспекции, у нас есть подразделение регистрационно-гоменационный отдел, в котором непосредственно данные услуги предоставляются. Народ не особо хочет записываться, граждане, на сам портал госуслуг, потому что там есть определенная процедура регистрации и определенные какие-то персональные данные вводить и соответствующие документы. Этого их пугает. И потом в конечном итоге получать эти пароли и логины, которые непосредственно нужны для входа в личный кабинет. Для облегчения есть, соответственно, наш МФЦ, который занимается этой процедурой и помогает, облегчает эту непосредственную трудоемку или непонятную саму процедуру по регистрации на самом портале. Что касается самого подразделения, мы отделяем, не отделяем. У нас есть специальное окно, которое для граждан по госуслугу, они могут туда подойти, которые записались. И у нас есть эта информация. Мы их вызываем. В течение 30 минут, если он не обращается, тогда уже он обращается через электронную очередь, систему электронную очередь, которая стоит в приемном зале. По указанию, соответственно, высшестоящей организации, как Главного управления обеспечения безопасности дорожжения МВД России, точно так же и управления ГАИ Московской области, у нас среда, выделен день для предоставления государственных услуг именно в электронной форме, то есть для тех лиц, кто зарегистрировался. На сегодняшний момент у нас физические лица, как правило, очень трудно к этому подходят. Ну, потихоньку идет сдвиг. А в основном это больше юридические лица, для них это более доступно. Есть обученные люди, юристы, конечно, этим занимаются. То есть то, что мы рекламировали, то, что мы сделали сюжет, все равно народ пока насторожен к этому. Ну, не то, что насторожен. Надо больше об этом говорить, больше показывать. На самом деле ничего нет плохого. Я всегда привожу пример с той зарплаты, которую мы получали. То есть мы привыкли получать там зарплату наличными деньгами, а когда вводилась карточка электронная, нас это пугало особенно, когда нужно было куда-то идти, в какой-то банкомат ее засовывать, там, получать деньги. И в то же время, когда в Сбербанк приходили, и нам там симпатичная девушка говорила о том, что зарегистрируйте Сбербанк онлайн, нас тоже это пугало, но на сегодняшний момент там практически все имеют свой личный кабинет Сбербанк онлайн и этим пользуются. Да, платить коммунальные платежи. Очень удобно. В принципе, не носи наличку. Практически во всех магазинах теперь уже есть терминалы, которые у вас расплачиваются. Так, хорошо. Есть звонок. Слушаем вас, говорите. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. И я по пологу перекрест на поддудках, левый поворот на кольцевую линию. Там у нас стрелочка зависит в течение 15 секунд. Налево. Но, ожидая загора на этой стрелке, мы смотрим в сторону Рыбного. Там бывает так, что до самого Рыбного машин встречность нет. Но на светофоре стоит зеленое стекло с подстрелками прямо и направо только, можно сказать. Вот. А когда включается зеленая стрелка налево, то все стараются за эти 15 секунд набравшейся машины повернуть налево и нарушают уже подкраску. Нельзя ли установить стекло просто зеленого цвета без стрела? Да. На сегодняшний момент там проходит реконструкция у нас в автодороге. И прохождение автотранспорта очень трудно мониторить, сейчас посмотреть. Но, тем не менее, мы еще раз посмотрим работу. То есть, когда ремонт, по-моему, не был, было нормально, да? Да. Работу светофора. Но скоро, значит, здесь, на данном участке реконструкция она закончится. Происходит сейчас, на данный момент там укладка асфальта, потом в последующем нанесение дорожной разметки. Мы выйдем, посмотрим организацию дорожного движения. Если какие-то будут там затруднения, мы уже будем смотреть работу светофора, как его лучше, значит, настроить. Но там будет расширение до трех полос, да? Нет, будет две полосы движения, да. То есть, в каждом направлении по одной полосе движения просто происходит расширение обочины. И, соответственно, ширина проезжей части, то есть, полосы движения, она тоже будет шире. Побольше, да? Да. Будут переходно-скоростные полосы нанесены более широкие, то есть... То есть, водоотведение делается, да? Все, да, делается в соответствии с стандартами. Так, еще звонок есть. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Хотел бы вот такой вопросик задать. Можно ли как-то решить вопрос по поводу того, что когда автобусы возвращаются над колонной 1784, они проезжают остановку буквально метров десять и останавливаются для того, чтобы высадить кондуктор-контролера. Вот. И этим самым они, получается, перекрывают проезжую часть, и чтобы их объехать, нужно или на встречную выезжать, или ждать. Это каждый раз происходит. Любой рейс, который едет в автоколонну, он останавливается и высаживает тут кондуктор-контролера. Вопрос, а сколько ждать? Десять секунд? Сколько? Нет, ну там не десять, они по-разному выходят. Ну смысл, десять метров до этого остановка есть, где можно выйти к кондуктору-контролеру и пройти десять метров. Понятие вопроса, да? Да, хорошо, спасибо. Мы проведем с ними беседушку. Все, да что бы ни делали так. Так, вопросы по интернету несколько. От Елена Васильевна, улица Подьячьева, во дворе дома номер 1, 3 и 5, организована стоянка автомобиля. Люди, едущие в Москву, не жители нашего микрорайона, оставляют здесь свои автомобили, а также появилась большая остальная курсовая «Газель» с московскими номерами. Нам, жителям этих домов, негде ставить свои автомобили, а в скором времени мы просто не сможем даже въехать в этот двор. Что можно сделать в этом вопросе? Ну, в этом вопросе посмотрим, что там за автомобили стоят и каким образом определили, что это жители, не жители, местные, не местные. У нас на сегодняшний момент регистрационные знаки выдаются независимо от места проживания, то есть можно оставить этот регистрационный знак при покупке автомобиля независимо от региона. Так что здесь... Большое купить на Камчатке, да? Да, вы можете автомобиль купить, соответственно, с регистрационным знаком, этот регистрационный знак, если он соответствует ГОСТам, оставить на этом же автомобиле без замены. Ну, мы на заметку возьмем. Мы на заметку возьмем, конечно. Опять полицейский просит, хотелось бы узнать, не планируется ли установка лежащего полицейского на улице Подьячево, дом 5, около пешеходного перехода в сторону вокзала. Машины летят сверху к вокзалу. Да, это уже вопрос. А у нас был такой вопрос, мы уже говорили, что посмотрим с этими искусственными ограничениями. Да, вопрос от Александра. Возле карусели сделали пешеходный переход с мигающей светофором, толку нет. Когда будет освещение? Как мы говорили еще в предыдущем эфире о том, что с тем гипермаркетом «Карусель», «Перекресток», как правильно он называется, мы неоднократно подготавливали им документы. Сейчас в очередной раз будем с этим заниматься и совместно с прокуратурой. Документы мы уже направляли еще в начале этого года. Вот сейчас посмотрим этот результат нашего разбирательства совместного. А те пешеходные переходы Т7, о чем мы говорили тоже в предыдущем эфире, это было весной, они обустраиваются в соответствии с ГОСТом, то, что делается в населенном пункте. И постепенно, постепенно сейчас город приведем в это соответствие, чтобы у нас пешеходные переходы были по типу Т7, как вы укрос еле заметили мигающий. — Вопрос такой, что делать с водителем «Газели», который паркует свой автомобиль не просто во дворе, а у подъезда? То есть, ну я думаю, что если это ваш сосед, то нужно с ним просто по-соседски поговорить, да? — Ну, помимо этого, еще информацию нам в дежурную часть дайте, пожалуйста. 22-4-37-08, телефон. — Так, еще звонок прямой есть. Слушаем вас, говорите. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — ЖК «Некрасовский» беспокоит, трудовая. Знаете такого новостройки? ЖК «Некрасовский» трудовая. — У нас новостройка напротив детский садик, напротив школы. У нас нет ни знака «Осторожно, дети», ни пешеходного перехода, ни лежачего полицейского, ничего. Это у нас одна проблема. Вторая проблема у нас вечером, после десяти вечера заезжают сюда дальнобойщики. У нас здесь отстойник для дальнобойщиков. Тоже нет никакого знака. То, что они стоят, еще это одна беда. А то, что они ночью выходят и прогреваются по два часа, дышать меньше. Помогите нам решить эту проблему, пожалуйста. — Спасибо за звонок. — Хорошо. Спасибо большое. — Заметчик возьмете? — Да, конечно. — Хорошо. Такой вопрос. Вот в одном из наших инвестиционных выпусков мы рассказывали о соревнованиях среди сотрудников ГИБДД. Вот как часто проводят такие соревнования и каковы результаты ваших подразделений? — Ну, соревнования, на самом деле, проводятся у нас не так часто. — Как хотелось бы, да. — Как хотелось бы, да. По той простой причине, что, сами понимаете, у нас город Дмитров и Дмитровский район носит определенное, наверное, первое место по тем мероприятиям, которые здесь проводятся. Личный состав у нас практически всегда задействован. — На обслуживание этих мероприятий? — На обслуживание этих мероприятий. С выходными у нас проблемы, переработки у нас есть. Стараемся личному составу давать определенные отгулы там и с семьями, чтобы побыть, а работаем, конечно, практически на износ. И точно так же в единой дислокации мы как со вторым батальоном работаем. И здесь она не то, что соревнуемся в работе, совместная работа ежедневная, она приносит определенные свои результаты и плоды, которые мы до этого озвучили в начале нашего передачи. — То есть у вас нет противостояния между двумя подразделениями? Вы как бы считаете единый организм? — Мы работаем в едином целом организме. — Хорошо. А такой вопрос. А как строится работа по детскому травматизму? Вот вы сказали, что все-таки не удалось полностью избежать ДТП с участием детей. — На самом деле, больше хотелось бы, да, пропаганды у нас по сокращению детского травматизма, по соблюдению непосредственно правил дорожного движения, как родителями, точно так же с детьми. На сегодняшний момент неделя безопасности у нас идет, детской безопасности. И сотрудников мы направляем помимо того, что по утрам возле школы нести соответствующую службу, чтобы хоть какой-то и привучать, помимо того, что водители, ну и чтобы дети тоже видели сотрудников. Дополнительно у нас каждый сотрудник закреплен еще за образовательными учреждениями, как дошкольными и школьными учреждениями, то есть где проводят соответствующие беседы. — А вот что касается правил перевозки детей, стали более ответственно относиться? — Да. — Нет, наверное. — Нет? — В каком смысле? Там у нас есть как-то… — Просто когда мы участвуем с вашим рядом, регулярно все-таки… — Регулярно есть это, да. У нас практически вот в дорожно-транспортных происшествиях, где дети получают вред здоровью по вине родителей. Где-то, да, установлены детские кресла, понимаете, но родители почему-то сажают детей в детские кресла, удерживающие устройства, но не пристегивают. Были у нас такие случаи… — Ну, это все равно, что посадили в обычную, да? — Да, конечно. Вот здесь нужно обратить внимание родителей, чтобы они более ответственно подходили к этому вопросу и оберегали своих детей. — А вот что касается пешеходного перехода, то здесь водители уже более-менее дисциплинированнее стали? — Ну, на сегодняшний день вот на территории нашего обслуживания, то есть в моего подразделениях произошло одно дорожно-транспортное происшествие, это наезд на ребенка на пешеходном переходе. Все эти случаи, наверное, помнят, который произошел в Деденеве. — Ну, раньше это было гораздо чаще, да? Или как? — Ну, с каждым днем, годом, конечно, все равно тяжесть последствий и количество дорожно-транспортных происшествий увеличивается. В результате, конечно, это работы пропаганды, безопасности дорожного движения, проводимых мероприятий в образовательных учреждениях. — Все ясно. Так, есть еще прямой звонок. Слушаем вас, говорите. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня вот такой вопрос. В деревне Внуково напротив магазина «Дом 60» установлен знак «Остановка запрещена», хотя там, по сути, находится остановка для автобуса. И, как бы, автобус, то есть люди уже привыкли, они встают обычно на остановке, а автобус обычно приезжает их мимо и, как бы, внимание обращает на них. И как вот быть по этому поводу? — Спасибо за вопрос. Это, наверное, та тема, о чем мы говорили буквально до этого. Использование либо камер фото-видео фиксации, либо все-таки физическое присутствие сотрудника госавтоинспекции на дороге. В данном случае, конечно, здесь нужно физическое присутствие экипажа, да, маршрута патрулирования, который у нас непосредственно есть в городском, непосредственно в городе. И обратим внимание на это место, отработаем, потому что камеры фото-видео фиксации поставить в данном случае для за нарушение требований дорожного знака будет невозможно практически. а так спрофилактируем, посмотрим. — Понятно. Нет, там получается, что наоборот, он проезжает мимо них, да? — Да, дело в том, что там ширина проезжей части, то есть не приспособлены для остановки автобуса. — Понятно. Андрей Александрович, вот по поводу этих остановок, по требованию, да, звонки постоянные на прямой физиоглаве района и другим лицам. Вот это, в принципе, уже стащились правила, да? — Смотрите, сейчас пошло противоречие, то есть перед этим вопрос был, то что останавливается в неположенном месте. Здесь вопрос, почему не останавливается. Здесь не останавливается, потому что, ну, не предусмотрено, значит, здесь в рамках организации дорожного движения нужно просто посмотреть и принять какие-то, может, меры соответствующие, сделать заездной карман там. — Но у нас этот, в свете, у нас же раньше дороги были по требованию останавливаться, прям, возьмем запрудню, у нас же не было остановок там, единицы, где были оборудованы съездные карманы, и спокойно автобус останавливается. Теперь это запрещено. То есть это ужесточение именно уже на государственном уровне, да? — Ну, опять же, ну, как Андрей Александрович отметил о том, что для того, чтобы осуществить посадку, высадку пассажиров, нужны соответствующие условия, потому что водитель, соответственно, автобуса не может высадить пассажира в том или ином месте, где нету соответствующих условий. Только из-за этого, для того, чтобы нужно и автобусный павильон сделать, и заездной карман, и не мешал другому участнику дорожного движения. — Даже несмотря на то, что движения, может быть, нет никакого, но, допустим, в Куликово, вот, я знаю, что вот люди добиваются, чтобы сделали остановку в Зарёбе, ничего не получается, пока вот не сделают заездной карман, а денег у сельского поселения нет на обустройство этого заездного кармана, и страдает простое население как раз из-за этого. То есть я понимаю, да, допустим, когда интенсивное движение, автобус стал, затормозил, а уж на сельских дорогах, наверное, может быть. — Ну, сельские не сельские дороги, они везде дороги, и есть нормы и правила. — Ну, это, говорю, изменение норм. — Конечно. — То есть в советские годы это там можно было останавливаться? — Ну, в советские годы как бы можно было останавливаться. Дело в том, что у нас плотность потока, она увеличивается с каждым годом, и транспорта всё больше и больше становится. Раньше, может, автобус, он ехал один по этой дороге, остановился, и после него никакого транспорта не следовало там в течение часа. Раньше такие времена, а сейчас. — Хорошо. Ладно, давайте мы, наверное, последний прямой звонок и будем завершать наш эфир. Слушаем вас, говорите. — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Значит, у меня такой вопрос. Перекрёсток Загорская-Пушкинская, значит, очень опасен для пешеходов. Желательно здесь поставить световое табло для пешеходов. Этот вопрос поднимался неоднократно, но пока никаких изменений. — Да, действительно, поднимался он неоднократно. Дополнительно мы посмотрим. — Так, ну, время пролетело очень быстро. Как всегда, видите, граждане были очень активны, телезрители. К вашим службам всегда много вопросов, но, тем не менее, вы с ними достаточно успешно справляетесь. На прощание какие будут пожелания, Андрей Александрович? — Пожелания? Ну, у нас наступает осень, приходят заморозки. Хотел бы всем автомобилителям заранее предусмотреть и поменять лекарь. — Переобуться, да? — Да, переобуться, так называемые, на зимние. А пешеходам, пожалуй, в связи с тем, что у нас участились случаи наездов на пешеходов в тёмное время суток, то есть сумерки наступают, раном темнеет, использовать световозвращающие элементы. Потому что вот хочу сказать, напомнить, что вот последние четыре случая, например, в сентябре месяце на территории обслуживания было четыре наезда на пешеходов, из четырёх наездов три пешехода погибли. То есть и ни один из пешеходов не использовал световозвращающие элементы. — И плюс переходил не в восстановленное место? — Нет, ну, один пешеход у нас переходил по пешеходному переходу, но тем не менее водители, они не видят дождь, сумерки тёмные. То есть если бы вот у данных водителей были световозвращающие элементы, их всё-таки видно издалека. При дальнем свете порядка, вот проводили с районным подразделением эксперимент, порядка 450 метров видимость. — Понятно. А где их можно приобрести людям? — Приобрести можно в любом магазине. — В любом магазине, конечно. — На сегодняшний день это. И мы тоже также в рамках проведения мероприятий распространяем, конечно, раздаём водителям. — Хорошо, Алексей Анатольевич, Вы что хотели пожелать? — Ну, пожелать, конечно, хотелось бы как пешеходам, так и автомобилистам о том, чтобы уважали друг друга и были друг другу более терпимы. Остальное всё, я думаю, получится. Всё в наших руках. — Хорошо. Ну что ж, этими добрыми пожеланиями мы завершаем наш сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас были начальник отдела ГИБДД Дмитриевского МВД Алексей Анатольевич Капранов и командир 2-го батальона ДПС Андрей Александрович Ершов. От Вашего имени, уважаемые предприятия, я благодарю моих гостей. Успех Вашей в последней работе на благо здоровья наших всех жителей. — Спасибо. — Мы с Вами прощаемся. До свидания. До новых встреч. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова